В Химках продолжаются трехдневные выборы губернатора Московской области. Второй день голосования проходит спокойно и без происшествий, отмечают в Химкинской территориальной избирательной комиссии. На избирательные участки многие приходят с семьями. Например, Анастасия Подлесная вместе с мужем и детьми из микрорайона Левобережный не пропускают ни одни выборы. Отмечают их важность для себя и своих близких. Здесь же свой выбор делает директор школы номер 29, депутат Совета депутатов Наталья Конегина. Принимая участие в голосовании, я чувствую свою непосредственную причастность к региону, к тому, что здесь происходит. Потому что, отдавая свой голос, я выбираю будущее своего города, будущего своей Московской области. И благодарю всех жителей, которые нашли возможность тоже посетить избирательные участки. Безопасность и порядок на выборах под контролем правоохранителей, наблюдателей и депутатов. Задача каждого на участке – в первую очередь обеспечить легитимность голосования и защитить права избирателей и кандидатов. На участке в лице номер 11 за этим следит депутат Валентин Герасимов. Избирательный участок оборудован прекрасно. Комиссия очень постоянная, очень приветливая, вежливая, опытная. Но самое главное, мы сегодня должны выбрать лидера Московской области. От этого зависит, наверное, та перспектива последующих пять лет, что ожидает наших жителей. А это главное. Отдать свой голос и показать пример ответственности и гражданской позиции на избирательный участок пришел почетный житель городского округа Химки, учитель физики с полувековым стажем Людмила Коцыф. Вопрос, зачем это нужен, понятен всем. Мы это делаем для себя, для того, чтобы у нас еще было лучше и краше. Город наш, конечно, замечательный. Поддержим и чтобы было еще лучше. А на избирательный участок в колледже Подмосковья приехал Ханаглан Сали Аглы Алиев. Химкинский депутат приглашает на выборы всех химчан. Я считаю, что это обязательно нужно. Каждый гражданин должен выполнить свои обязанности. И я думаю, что на будущем нашем городе, во всей Московской области, должен быть комфортно жить нашим жителям. Главная особенность этих выборов – проголосовать можно дистанционно. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться через портал госуслуги. Депутат Юлия Ишкова воспользовалась этим правом. Правда, из-за разъездов по рабочим вопросам не смогла оказаться перед компьютером. Но чтобы не затягивать с голосованием, решила воспользоваться помощью прямо на избирательном участке. Могла проголосовать и дома, и на работе. Приехала на участок, мне выделили здесь ноутбук, через который буквально это заняло две минуты, и я проголосовала. Мы выбираем в эти три дня главу, скажем так, нашего Подмосковья. Это наше будущее, ну не только наше, и наших детей. Поэтому считаю, что свой выбор обязан сделать каждый гражданин. А вот депутат Руслан Шаипов продемонстрировал удобство дистанционного голосования, не заезжая на избирательный участок. И проголосовал удаленно, используя телефон. Благодаря дистанционному электронному голосованию, теперь еще больше людей смогут проявить гражданскую позицию. Ведь не каждый имеет возможность посетить избирательный участок из-за занятости или по другой причине. Для меня выборы губернатора – это возможность повлиять на будущее своего городского округа и в целом Подмосковья. Всего в течение трех дней в Химках будут открыты 118 избирательных участков. Проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера. Последний день выборов пройдет в воскресенье. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Вильфрид Дымковский, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова